Настоящая война. Мне кажется, что все фанаты были в восторге, когда этот бой был назначен. Но он во время боя еще и пытался тебя по раз перевести. Это тебя удивило? Меня это не удивило, потому что он старался спастись в борьбе, но там спасения не нашел. И наоборот, больше урона еще получил. Бой был достаточно такой близкий. Даже в первом раунде, по-моему, он тебя один раз уронил. Насколько он нанес тебе урон? И после того, как судьи начали объявлять, кто выиграл, как ты думал, ты уверен был, что ты победил? Вы видели концовку. Он даже не мог встать для того, чтобы огласить победителя. Еще секунд 10-15, я думаю, он бы закончился полностью. Он просто спасался в борьбе. Первый раунд был близкий. Мне не удавалось делать свою работу, но я принял его ход боя и боксировал с ним. И вроде неплохо получалось. Ты вызвал на бой Ник Диэса после своей победы. Почему именно Ник Диэса? Потому что ты непобедимый пока что боец. Скорее всего, ты можешь ворваться в рейтинг. Зачем тебе нужен Ник Диэс? Чем он тебе поможет? Он должен был драться в этом карте на моем месте. Я думаю, я его заменил. Я думаю, это не случайность. И для меня большая честь было бы с ним разделить октагон. Это большое имя. Я дрался очень маститыми борцами. Последний был ветеран ЮСИГ. Это больше 10 боев. Но мне, чтобы подтвердить свою популярность и доказать, что я звезда большого масштаба, мне нужно большое имя. Такое, как Ник Диэс. И это моя мечта. Разделить с ним октагон. Дэйна Вайт в интервью сказал, что, скорее всего, в этом году Ник Диэсу драться не предстоит. А если не Ник Диэс, кто-то еще другой у тебя есть на уме? Не знаю. Надо подумать, какое имя большое. Мне было бы интересно, в октябре кто со мной готов подраться. Хочется подраться с каким-то большим именем. Посмотрим, кого ЮСИ мне даст. С теми подерусь. Если не удастся вытянуть какое-то большое имя. Шара, поздравляю тебя с победой. Только что появилась информация о лучшем бое этого вечера. Как думаешь, кто победил? Не знаю. Скажи. На что будешь 50 тысяч долларов тратить? What are you going to spend your 50 grand on? Я хаю. Бомба просто. На что уйдет бонус? Спасибо всей организации ЮСИ за такой бонус. Я имею большую мечту купить себе квартиру, пентхаус на крыше дома. Я думаю, буду копить и возможно смогу купить. Посмотрим. Мы с тобой говорили о том, что ты хочешь на номерной турнир. UFC 294 анонсировали уже очень много крутых поединков. Хотел бы усилить эту карту? UFC 294, прошу прощения. UFC номерной в Абу-Даби. Да, это определенно именно тот турнир, где мне хотелось бы принять участие. Почему? Потому что последние два турнира я дрался в Fight Night, и хочется подраться на номерном турнире. И Абу-Даби – это уже такая близкая, родная точка для меня. И все фанаты могут сюда приехать, ведь особые проблемы для виз. Многие уже ждут октября. И вперед, погнали, я готов. И последнее от меня. Сегодня очень много народу пришло именно на твой бой. Я не знаю, слышал ты арены или нет. Тебя очень хорошо поддерживали. Также поддерживали Тони Фергюсона. И вот Тони Фергюсон сказал в послематчевом интервью, что за тебя топят, ему нравится твой стиль. А что бы ты ему сказал, и как ты считаешь, пора ли заканчивать ему карьеру? Тони Фергюсон – большая звезда у нас в Дагестане. Мы сегодня разминались в одной раздевалке. Очень интересный, прикольный парень. Конечно, для него это мечта выступать. Он с этого кайфует. Ничего против не имею этого. И сказать, чтобы он завязал и оставил свою мечту какую-то. У каждого бывает плохая череда. У него сейчас 5-6 поражений. Но у него до этого было 12 побед или 11. К ряду. Можем смотреть, сможет вернуться. Но он выступает на высоком уровне до сих пор. И большие имена, кому он проигрывал взять, это не слабые соперники. Шарап, приветствую. Спасибо за такое хорошее выступление. Ты реально доказал, что находясь снизу, можно доминировать. Будешь ли ты в будущем выходить на коротком уведомлении? Я готов, если интересное предложение поступит, заменить кого-то. Я буду держать себя в форме. И знаю, что у меня еще есть над чем работать и улучшаться в каждом аспекте. Я буду над этим работать. Кстати, если будет возможность предоставиться выйти на какой-то бой, на коротком уведомлении, я готов. Кстати, коллеги мои из Азия Плюс задали вопрос Тони Фергюсону насчет того, за кого он будет болеть. И он выбрал именно тебя. Вы дружите с ним? Ты не удивлен? То есть, да, там, его ответа. Даже я не знал, что он наблюдает мои бои. Я как-то с ним даже не разговаривал. Он был на своей волне в раздевалке. Я не стал его отвлекать. Просто наблюдал, что он делает. Он интересный парень на своей волне. И у каждого перед боем свой настрой. И кого-то сбивать с толка, что-то спрашивать даже не хотел. Но для меня очень приятно, что такая большая звезда и такой ветеран спорта наблюдает мои бои и поддерживает меня. Шара, приветствую. С победой. Поздравляю. Вот, получается, во время вашего боя, насколько известно, Хабиб и команда, до того, как выйти с Умаром, смотрели твой бой, переживали за тебя. Успели ли вы пересечься до поединка или после? Да, вот мы когда спускались с отеля, чтобы поехать на арену, мы вышли с лифта. И в этот момент они напротив тоже с лифта выходили. И вот в этот момент как раз столкнулись. И, по сути, была первая моя встреча с Хабибом в этот момент. Шара, вот предполагали многие, что это будет твой самый сложный бой в UFC. При этом получилось так, что ты говорил, что превратится Алексей Чук из ударников борца. Так и вышло. Ты говорил, что если окажешься на земле, то будешь опасен там. Так и вышло, что самый большой урон в конце боя как раз Алексей Чук и получил, когда ты оказался на спине. Было ли что-то сложное для тебя в этом бою? То есть была ли причина называть этот бой самым сложным в твоей карьере? Соперник был на самом деле крепким орешком. И очень неудобный стиль у него ведения боя. И немного план мой сломался тем, что в первом раунде я не сделал то, что мне нужно было сделать. Какой нужно урон нанести. И он задавал свой ход в течение боя. И такой неудобный у него стиль ведения. И сложно было нащипать свою работу именно ногами. Так все было четко. Вроде я себя хорошо чувствовал. Чувствовал, что могу завершить бой вроде досрочно. Но что-то где-то сантиметр туда, сантиметр сюда. И не получилось нащипать нокаут. А так было немного то, что я поздно дрался. Раньше я дрался. Обедал только. А сегодня я ужинал. Поздний ужин. И еда не успел. Так нужно перевариться. И немного тяжесть была. Так все вроде четко было. Все хорошо чувствовал. Шара, поздравляю с победой. Вот смотрел или нет. Но вчера Ислам Махачев высказался о тебе. Сказал, что надо тебе прибавлять. А именно в борьбе и грэпплинге. Успел ли пообщаться с Исламом лично и принимаешь ли его советы? Да, это правильно говорить. Нужно работать над всеми аспектами. Также в борьбе. Ну, все по мере необходимости. Когда у меня будет соперник того нужного уровня в борьбе, я буду над этим много работать. И благо есть для этого все. В Дагестане особенно. Есть с кем работать. Там есть гроссмейстеры этого вида единоборств, борьбы и так далее. Есть с кем поработать и набраться большого опыта. А так мне нужно не терять свою работу и свою работу делать. Что я всегда делал. Я опасный стойки. Когда я буду опасен стойки, я смогу, если я буду очень хорошо готов, я смогу нокаутировать соперника до того, как он успеет зайти в ноги.